я был на работе работа у нас я был как раз такая знаете начало осени сентябрь месяц я был приезжают в город у нас евреи как раз они уехали и там что можно поработать можно помочь им там в работе что они там нуждаются я там был вечером часом 7 вечера и вдруг мне я уже там с братьями работаю знаете мы себе молимся там общаемся когда есть свободное время когда работа работаем и мне такой звонок знаете звонят и говорят соседка быстрее приходи к маме я но мама живет отдельно моя от меня быстрее приходи к маме с ней что-то плохое она упала стонет и очень в плачевном состоянии вы знаете я все бросаю бегу к маме в другой район города и думаю ну что там с ней случилось сейчас может там вызовем скорую помощь может как-то там ну и все уладится когда я прибегаю еще не понимаю знаете что случилось она лежит на кровати без без движения только стонет и ничего не может сделать знаете что я хочу вам заметить момент что иногда приходит тогда когда ты не в таких служениях и такие знаешь крепкий такие зараз напомненный духом святым а просто в бытовой обеденной ситуации и бог покажет что у меня есть внутри братья и сестры чем я сегодня наполнен не вчера не позавчера и не третьего дня а что я себе собрал на сегодняшний день от господа и я прибегаю знаете мама лежит она почти не говорит стонет там соседки знаете такая знаю ажиотаж такой и ну там я говорю подождите раз так что ждать и сейчас приедет скорая помощь ну и заходят на эти ну медбрат там еще с ним водитель они заходят за маму пару-тройку вопросов говорят это что она упала с вот этой высоты и она говорит так как то да я не раз ее обследовали скорее всего у нее сломана шейка бедра я еще знаете как то думаю сейчас наложит гипс сейчас положит сейчас там ну маму завезу там по месяц может быть и все будет нормально и я знаете прихожу в больницу приезжаем этой скорой помощи знаете уже как-то не работа не те планы которые ты сегодня утром думал все уже кардинально развернулась а я еще не понимаю знаете что же пришло мою жизнь но думаю сейчас оно все уладится и решится когда мы приезжаем доктор бестер взял на обследование знаете маму там рентгены все сделали что нужно и там через ну 40 50 он ко мне выходит и говорит ну в общем так а уже вечер так знаете темнеет ну в общем так говорит у мамы сломана шейка бедра и там знаете диагнозами я говорю доктора можно ну попроще ну так попроще чтобы я понял он лет но если попроще это было друзья 2019 год если я не ошибаюсь если попроще ну то 1070 гривен уже готов я так на него посмотрел знаете для для нас это были очень громадные деньги тысяч 10 долларов ну плюс минус ну плюс минус он лет ну так вот на понедельник готов а я так смотрю на себя знаете многодетный отец я так на это все глянул и думаю говорю не понял а нельзя он говорит не не нельзя они ну то забирай маму домой пусть как растение полежит год и она уйдет вечность с этими говорит у нас другого лечения нету и говорит ну все давай до понедельника и вот так брат сестра раз и снежная лавина на твою голову впала я так стою знаете один остался этом приемном отделении все там разошлись они я так выхожу на знаете на на улицу у меня тысячу мыслей за одну минуту тысячи где как что как то все кардинально по ценности меняю сразу все я понимаю что у меня такого нет я знаю даже не знаю кому пойти взять знаете просто там ну там небольшую сумму можно еще там а потому что время ну не для всех было на украине сильно знаете веселое и прибыльное и знаешь думаешь ну как что поступить это же мама родная ты же не бросишь и я понимаю что бог это дал на мои плечи и когда я вышел из больницы так зашел за угол знаете там никого не было такая тихая местность это к слышу знаете в своем сердце такие слова какой ты сегодня дух святой меня спросил вы знаете так стою я понимаю что передо мной огромная гора которую я не перейду сам это просто огромная гора мало того что 1070 на операцию еще мама больна я понимаю что мне нужно быть возле нее и все я один сын семьи я понимаете друзья я стою и этот знаете ком на меня давит и я слышу враг говорит все ты попал вот и все вот и все труженик вот ну и дальше он мне начал рассказывать я понимаю что он где-то говорит правду но не истину вы знаете друзья я так поднял руки к небу это смотрю на небо знаете я уже ничего там не вижу я так понимаю что я найти мое сердце она устремлена в бога глаза мои заливают слезы я понимаю что я очень жалок и нищ на тот момент в духовном состоянии знаете понятно что помолиться понятно что попасться ну знаешь когда неожиданно вот здесь самый главный эффект очень неожиданно приходит это в жизнь человека я поднимаю свои руки к небу и говорю знаете вспомнил одного человека которому стало тяжело я повторил его слова господи да будет имя твое благословенно вы знаете да будет имя бога благословенно вы знаете заплакал так перед господом как сын перед отцом знаете идут целую дорогу домой не садился там на автобус еще иду домой и так просто знаете славлю господа и говорю ему знаете слезами своими прихожу это был пятница вечер суббота воскресенье а ничего не меняется денег нет никого нет думаешь может тот или другой друг а друга нет а никого нет и понедельник утром не нужно идти к врачу я же понимаю что в украине там разговор короткий ты приходишь тебе сразу говорят есть есть нет нет а дальше будет другая беседа на эти и когда я прихожу с моей женой в это отделение где моя мама лежит и они мне говорят ну шо вы уже пришли да сейчас подождите у нас тут пяти минутка сейчас мы решим как там шо там буди маму оперировать они уже маму оперируют понимаете их уже не интересует они уже оперируют я стою и он потом знаете шо ну минуточку в общем вот так вот у нас там этот сустав сколько сколько я говорю подождите доктор это шо не мат денег я говорю ну говорит ну то действительно думает что в коридоре и ушел знаете братья и сестры а еще никого нет ни с деньгами что никто не пришел и не каждый брат знаешь так тебе тяжко то я же тебе поможет еще сестра а никого пока нет ты и иисус в этом коридоре мы женой стали знаете начали молиться то что было у нас внутри то что мы собрались духом святым а то знаете было у нас внутри на тот момент от господа и мы начали молиться брать эти Вы знаете, моей жене приходит идея, давай перевезем ее в районную больницу, может там как-то там врачи немного попроще, знаете, немного как-то район попроще, мы забираем маму, везем в районную больницу, а у нас ничего нет, мы просто везем, я говорю везем, потому что мы ее с Богом туда повезем. Ну не знаю, что будет делать Господь, знаете, и у меня все время, братья и сестры, одна мысль внутри, какой ты сегодня в очах моих. И вы знаете, я приезжаю туда, выходит там тоже главврач, хороший такой, знаете, попроще, поговорили, он там немножко меньше сказал, там тысяч пятьдесят, уже меньше, давай ложи маму, в общем так, давайте идите там, когда придете, разговор немножко помягче, вы через пару дней придете, нам там придут суставы, мы вам все покажем, я буду сокращать. И вы знаете, мы приходим с женой, братья и сестры, у нас есть молитва, Дух Святой, конечно, в церкви мы заявили, конечно, я позвонил к пастырю, попросил, чтобы, знаете, на молитвенном служении усиленно молились, кто с молитвенников, и мы молимся, знаете, приходит этот вторник, а пока, ну, ничего не решается. И это время, оно у тебя не пять дней, а оно у тебя пять месяцев, такое впечатление тянется, и оно все тянется, и оно не решается. Вы знаете, Соломон говорит, не сбывшееся желание томить сердце, братья и сестры, я думаю, многие знают, как сердце томит на этом месте, нерешенная нужда, когда ты смотришь, и у тебя одна мысль, Господи, ну, когда, ну, помоги. Знаете, Бог смотрит на тебя, смотрит на тебя, что есть сегодня в твоем сердце. Знаете, мы часто, я с того времени для себя взял урок, часто говорим, за все нужно благодарить Господа, правильно, братья и сестры, но этому еще нужно научиться, слава Иисусу Христу, этому еще нужно научиться поблагодарить Господа, в такой момент, что ты вроде бы, знаешь, уже, ну, как-то, чтобы ты не надломался в такое состояние. И проходит вторник, я прихожу к этому врачу, он говорит, доброе, мы будем делать маме операцию, в общем, такая ситуация, завтра принесешь финансы, там уже принеси хотя бы часть, дальше мы уже, как-то я вижу, что смягчился этот доктор, я говорю, ну, знаете, пока не видел никакого результата финансово, я выхожу из больницы, мне звонок, и звонит ко мне отец 13 детей, многодетный, и говорит, я там услышал, у тебя что-то случилось, меня отлучался из города, мы с ним там трудились, знаете, он говорит, да, вот такая ситуация, что ты ему расскажешь поминутно, досконально, что у тебя случилось, я говорю, да так вот, он говорит, я тут в этом, в эпицентре, в таком большом торговом центре, приедь, говорит, на минутку, я там покупаю, что мне надо, побеседуем с тобой, помолимся, я думаю, слава тебе, Господи, помолимся с братом, уже, знаете, укрепит Господь, я к нему приезжаю, знаете, он так ходит, этот, ну, торговый, строительный эпицентр, мы так с ним ходим, меня спрашивают, а как случилось, что там, то, то, меня, знаете, как-то, уже не хочется рассказывать, ну, с почтением к нему, я ему рассказываю, рассказываю, и он, знаете, так вдруг, так резко оборачивается ко мне, и, слушай, говорит, а ну, подожди, так сумку открывает, знаете, такая простая сумка, такую сумку открывает, знаете, такой достает 20 тысяч деревьев, и говорит, вот это сказал, Иисус тебе передать. Вы знаете, я так в потолок смотрю, а у меня нету просто потолка в моем понимании, я там вижу, там Иисус стоит, знаете, и он такой разворачивается обратно и пошел, а я говорю, брат, тебе же 13 детей, он разворачивается, каже, ты не понял, ты ничего не понял, каже, Иисус сказал, а я говорю, Иисус, нет подобного тебе, Иисус. Он идет, и я говорю, брат, давай мы, он говорит, нет, нет, ты не понял, ты не понял. Иисус сказал, а я сделал, а ты иди с Богом и решай свои вопросы. Знаете, брат и сестры, я выходю из эпицентра, у меня такое впечатление, что небеса постоянно открыть, даже не за 20 тысяч гривен, а знаете, за чего? Что Бог живой, и Он с тобой лицом к лицу, и Он тебя не просто чует, Он вникает в твою внутренность, Он вникает в твое сердце, Он просвечивает твой мозг, и Он видит, когда тебе очень тяжело. А самое главное, знаешь, Он слышит твой зов, когда ты слезами зовешь. Никуда ты, может, кричишь на девяти этажей вверх, а когда сердце твое зовет. И так, знаешь, Он видит, когда очень тяжело тебе. И когда я пришел к этому врачу, знаете, я дал, и уже буду заканчивать, знаете, все восполнил Иисус Христос. Что там было у нас, мы доложили, и все восполнил Иисус Христос. Вы знаете, через месяц мою маму выписали, через полгода она встала на ноги, и до сих пор, слава Иисусу Христу, все у нее хорошо. Продолжение следует...